С приходом холодов, понижением температуры и выводением снега на улице города Бреста выходит специальная техника предприятия «Коммунальник», заблаговременно подготовленная и освобождающая главные артерии нашего города от сугробов. У нас на предприятии имеется 31 единица пескоразбрасывательной техники, 11 плужно-щеточной, это трактора, 14 погрузчиков снега и при условии необходимости вывоза большого количества снежных валов с городских территорий, это 19 самосвалов. В случае обильных снегопадов мы можем привлечь стороннюю технику, сторонних организаций. Также нам помогает общественность. Есть машины, которые как бы переобуваются и из летних превращаются в зимние. Когда мы готовимся к зиме, к зимнему дежурству, мы снимаем борта, снимаем загрузочный модуль, ставим рум, так называемый, куда грузится песчано-соляная смесь. Подключаем гидравлическое управление и водитель из кабины может регулировать плотность посыпки. То есть смесь сначала засыпается в бункер, потом подается на так называемую тарелку. Вот это диск распределителя, так называемая тарелка, которая распределяет противогололедный материал, песчано-соляную смесь, на участок проезжей части. То есть водитель, не выходя из кабины, регулирует, выставляет ширину заслонки, это количество подаваемой на тарелку смеси, а также устанавливает скорость вращения тарелки, этой так называемой. И тем самым регулирует и плотность посыпки, и ширину захвата проезжей части. То есть более в узких местах уменьшает вращение тарелки, и, соответственно, уменьшается частота посыпки. Сколько таких машин по городу ездят? Ну, в тяжелых зимних условиях будет ездить 31 машина, пескоразбрасыватель. Кроме техники, уже в сентябре-октябре заготовлен противогололедный материал, и по всему городу расставлено порядка 1200 ящиков с песком для обработки тротуаров, чтобы жители города беспрепятственно могли двигаться. У нас до начала зимнего периода было заготовлено 20 тысяч тонн пескосоляной смеси, это противогололедный материал, и где-то полторы тысячи чистого песка для посыпки тротуаров. То есть это стопроцентный план, который нам был доведен. То есть мы полностью подготовились к зимним условиям. Мы мониторим прогноз погоды, заранее знаем, когда погода будет ухудшаться. На данный период усиливаемся количеством техники, водителями. И заблаговременно можем выехать на улицы города, провести превентивную обработку противогололедными материалами проезжих частей улиц. Также наши уборщики в количестве 180 человек работают в таких погодных условиях, с пяти утра выходят, посыпают песком пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы в первую очередь. Водительский состав коммунальника постоянно находится на работе, ведь погода капризна, и при неблагоприятных погодных и дорожных условиях экипаж готов выехать без промедления. Для полноценной работы в круглосуточном режиме персоналу созданы комфортные условия. Есть специальные комнаты для сна, приема пищи и отдыха. Поэтому в нужный момент водители выезжают заранее, чтобы погода не застала технику врасплох. Владимир Ивашко с 1979 года работает водителем снегопогрузчика и не понаслышке знает, насколько улучшились условия труда. Сейчас отлично, даже в бытовых наших помещениях дежурим отлично. По сравнению с тем, что мы начинали на нарах отдыхали, как цыгане, то сейчас небо и земля, конечно. Одеяло все такое, телевизор какой только одно. Да и тут можно и погреть, и холодильник, и морозилка. Конечно, условия намного лучше стали, но хотелось бы лучше, конечно, но лучше не было. И так хорошо. Каждый житель Бреста хочет максимально быстро видеть очищенными, прилегающие к своим домам территории. Но мало кто знает, что существует три очереди обработки улиц города. Первая очередь, это так называемая красная линия, это улицы с магистральным движением, где ходит общественный транспорт. А также больницы, подъезды к больницам, школам, детским учреждениям. Вторая линия, это второстепенные улицы, где не ходит общественный транспорт, но у нас все равно установлены директивные сроки очистки. Это после окончания снегопадов нам дается порядка трех часов на очистку и обработку дорожного покрытия. И есть так называемая третья линия, третья очередь, это уже улицы в частном секторе, гравиные, где, скажем, очень малое интенсивное движение. И мы потом уже после расчистки первой и второй линии переходим к улицам частного сектора. Работа ведется круглосуточно. Для более качественного мониторинга дорог используются уличные камеры видеонаблюдения, которые помогают быстро понять, в какой части города, на какой улице требуется нужное количество техники. Вот, видите, пешеходный переход посыпан. Время 6.47 утра. Видите, посыпано песком. Панорамный обзор, вот перекресток. Это Евроуд большой. Понимаете, да, где находится? Вот, как бы, онлайн сейчас. Это нам помогает. Это, это. Сложности, конечно, есть. Но в большинстве своем связаны они не с техникой, а с парковкой машин по правой стороне дороги и неудобством прохождения техники для уборки. Если у вас есть возможность самостоятельно очистить придомовую территорию, помогите сотрудникам коммунальных служб. Ведь они, в первую очередь, расчищают дорогу к жизненно важным объектам инфраструктуры. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.